Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущие всем приветища, доброго, бодрого утречка всем! Я специально гружу этот ролик с утра пораньше, ну, знаете, вам, чтобы под чаёчек, под кофеёчек было веселей. Собственно, чтобы была у Палыча вот такая вот улыбка натянулась по самые уши. Вы, соответственно, как всегда, лупоните ему лайкосик, напишите комментик, подпишитесь. Каждая ваша подписочка просто вот так вот сердечком к вам вырывается навстречу. Значит, мы сегодня с вами в очередной раз будем восхищаться, да, не побоюсь этого слова, восхищаться кулинарными талантами Натахи. Значит, ну, перед началом ролика не только вы должны лайкос поставить, но и взять блокнот. Блокнот фирменный берите, обязательно, чтобы был там, знаете, с какими-нибудь шариками, мимимишками, Наташа любит Танюха. И, соответственно, в блокнот начинаете записывать. Это наша семейная, наша фирменная. Значит, как еще учили Наталька в Турции, ну, там, где вот она кулькулебенила, там, в ресторану, в ресторану, да. Значит, сегодня по этому фирменному рецепту наша милаха, трудяга, повариха, все в одном лице, и все на лице написано. Что написано, вы можете писать в комментах. Значит, решила приготовить картофанов. Прешила приготовить картофанов, но начинает с малого. Начинает с малого, стоит и говорит о том, какой великолепный перчик. Говорит, посмотрите, какой великолепный перчик. Вот знаете, на этом можно заканчивать. Заканчивать в каком плане? Из всего великолепия. Я только великолепие видел в том самом перчике. Ну, Натахиным. Нет, осуждает Павлович. Сейчас будете писать про Натахин перчик. У Натахи нет перчика. Я имею в виду, у нее есть перчик. Ну, короче, запутали вы меня. Так вот, почему самый великолепный тут перчик? Потому что, смотря на ее внешний вид, на ее причесон, на ее ногти, на ее неряшливый внешний вид, футболку, вот эти парки с торчащими в вечный век трусами или там еще чем ниже, сегодня не торчало, сегодня было заправлено, до этого имею в виду. Остается сказать, что самое реально красивое в кадре, это был перчик. Хоть это перчик, там как-то все, когда была тарелка, где-то все, вода была налита, там все это мылось, полоскалось и все прочее. Короче, химичило Натахи не по-детски. Значит, готовить, значит, ребята, блюдо. Во-первых, кассе блюда. Вот знаете, когда Натаха начала все это резать ножом, у меня в голове сложилась такая картинка, даже не картинка, мысля. Я подумал, родимая, ты что будешь пол видоса резать, только резать и все. Я не представляю, вот как просто можно молчком, ну почти молчком, 8 минут тупо просто резать. Вы представляете, просто за что человеку капает лавандос? За то, что он просто стоит молчком, делает свои повседневные дела, готовит себе пожрать, и за это еще докупаты пролетают, и можно не работать, делать ремонты, покупать там все, и все в таком духе. Машины покупать, пристройки делать. Красота, не жизнь для малины. Ну ладно, это про то, что отсылка небольшая была тем, кто там всегда пишет, какая трудяха и как она заработалась. Значит, пока наша работяга, значит, опять же говорю, 8 минут режет молчком все свои эти ингредиенты, касаемо резки, это тоже просто вызывает восхищение, восхищение ее резко. Я думаю, те, кто учился, или даже не то, что учился, смотрел там кулинарные какие-то шоу, там, да, ну если ты учился, то тем более ты знаешь, что повар так ножом работать не будет. Есть такой мем в ролике, где там мальчик сидит и говорит, повар, я забыл этот мем, ну там про ребеночка. Вот из той оперы Натаха, только одни восклицания и одни возрасты о том, что она повар. Если ты повар, ты так не будешь так ножом все это там резать. И делать рук, лук, извиняюсь, вот такими кусками впали в толщину. Что она там наделала, настругала? Я понимаю, там, да, это картошка тушится, там, большими кусками все, но не так, чтобы неизвестно, неизвестно, что делала. И опять же, вот сейчас коснемся немножечко рецепта, потом далее отойдем. Вот знаете, косаем рецепты. Я, конечно, знаете, может быть, чем-то ошибаюсь, поправьте меня, но я не понимаю, не понял одного. Значит, кабачки, что он туда добавил, это ладно, там, кабачки кубиками, почему бы не добавить в суп, там, такой получается, овощной, какой-то насыщенный. Но, объясните на милость, зачем кабачки тереть на терке? Просто понимаете, когда ты делаешь, как бы, недавно, кстати, вот, тушил овощную рагу, забросил баклажаны, кабачки, там, помидоры бросил, все потушил, 20 минут, и кабачки просто растворились. Хотя были кусочки вот такие квадратские, про сам, ну, меньше такие вот, маленькие. Я просто к тому, что если ты бросишь вот такой вот по натерке кабачок, что там останется? Пюре для густоты это делать? Для чего? Леотеха любит, чтобы все стояло. Если так, то да, тогда, конечно, нормально. Если стояло, я беру ложку в супе. А вы про что? Осуждает, Палыч. Далее. Значит, а, еще во время резки, мне очень понравилось, знаете что, я думаю, что вы тоже на это обратили внимание, о том, как не только было потрачено зря наше и ваше время, 8 минут вот этого, знаете, смотрения, ну, самые такие главные зрители, данные во всем тематике и во всем ролике, это были мухи. Мухи были, потому что, я имею в виду, не то, что главное, просто мухи были, сидели в первых рядах. Из-за того, что Атака все это резала, а мухи перед кадром, перед камерой, то и дело разлетались. Просто, опять же, к тому, что на кухне чистота. И в целом, говоря про то, что, ну, как всегда обычно любят говорить, наговорить, что Каяна трудяга, там работяга и прочее, как ее дед нахваливает, я себе сегодня на секунду представил такую ситуацию. Представил ситуацию, знаете, какую, скажем, что, значит, у Атаки есть муж, и, значит, муж так встает, значит, там, или сходил там поработал, пришел с работы, и тут жена, мало того, что дома бардачина, везде грязь, кошки, собаки тебе ходят, значит, из тебя, тебе приготовлено вот это вот, то самое, что приготовлено. Ну, зато, как бы, ребят, давайте, смотрите, бардак бардаком, зато тарелки картухи, атака всегда приготовить, особенно картоху с такой, это, приправленной мивиной, перчиком, мазиком, да пожирнее, да посыднее, самое то. Меня, вот, знаете, в конце немножечко, прям даже как-то разочаровало внешний вид самого блюда. Натаха, показывая в конце вот эту вот всю самую эту бадью, ну, то, что она варила, она варганила, начала приговаривать о том, что, ммм, какая красота, лепота, мол, типа, очень как все вкусно, посмотрите, как все выглядит. Мне не понравилось, Натах, знаете что, что на блюде, там жир сверху был, плавал, там было видно, ну, жир, я имею в виду, слой масла, но этого было мало, так как вы любите, это было мало, надо было еще на шкварочках, вот это вот было бы настоящее вот блюдо, а это так, что там, ПП, короче, приготовили, если так можно сказать, ну, для вашего случая, ПП. Значит, касаем, опять же, блюдо итогового. Я думаю, что тоже многие из вас заметили этот момент, когда Натаха все это накладывала паломником, значит, дела, знаете, как у нее при этом дрожали, не то, что дрожали губы, а как она глотала слюну от того, что мне казалось, что если она приоткроет рот немножечко, то начнет все брыжать. То есть, я опять к чему, что привыкшая к тому, что, как она обычно любит говорить, я без заморочек, не заморачиваясь, там все налегке, на расслабоне, на чили, да побыстрее, тут как бы пришлось приложить усилия, и, в общем, результаты, они оправдали свое ожидание. Другое дело, вот опять же, мы с вами как говорим, то, что готовит Натаха не впрок, готовит буквально на день, на два, у меня просто интересная мысля в голове, сам себя на ней поймал, о том, что думаю, блин, а сколько им хватит этой батье? Я уверен, сейчас в гости придет Танюха, это как пить дать, сейчас я бы сказал, как пить дать, ведь реально пить там будут, и дать, и не раз, ну, я беду пить, так вот, значит, Танюха придет, и, соответственно, этой же, этой кастрюляки, как и не бывало, поэтому Натаха, скоро тебе готовить в органе вновь свою очередную шедевральную штуку, да, подбирал слова, хотя бы сказать другим, но подобрал, как подобрал, в общем, думаю, что за рецепт вы записали, потому что такие рецептики надо обязательно кидать в копилочку, чтобы ваши там мужья были сыты, родехоньки, сытехоньки, главное, чтобы когда готовите, главное, чтобы такой итог был, чтобы вам кастрюлю на голову не надели, но это как бы, судя по тому, что когда Натаха сглатывала слюну, там все было великолепно, в общем, в целом, значит, как всегда, большое спасибо вам за просмотр, тем, кто посмотрел ролик до конца, самая большая благодарочка, тем, кто напишет комментарий, еще более благодарочка, сейчас мы с вами не переключаемся, сейчас мы с вами переходим к Баби Оле, Баби Тане, ой, извиняюсь, просто Тане, собственно говоря, два часа, и мы с вами увидимся вновь, все, буду с вами прощаться, чтобы видеться с вами вновь, всем до встречи, всем пока!